всем трем и доброго времени суток это канал boring дмитрий или скучный скучный да уж куда же без питьевушка ну что продолжаем наше неторопливое ленивое казуальное прохождение игры snow runner напоминаю вам про лайки извиняюсь за свое сопение и отдельное громадное спасибо помидорка вячеславу the cat exp no name они знают за что ссылка на донат в описании под видео так что у нас дальше хочу задание не брал на возьмем так нам сюда же до металлические балки средние трубы бытовки что мы за бытовками сначала съездим то сейчас где у нас этот twin twin st twin st twin вот тут да то есть взять его кого-нибудь прицепить к заднице как вариант и три бытовки привести на причем бы нет хорошая идея так эвакуация бунтс так здесь то сейчас тогда мы берем кого-то сплям то ворон наверно да ворн это муж привык так лучше да пожалуй ворона пусть завидеть ворон ворон кто бы что не говорил в моих руках эта машина лучше быть и и и и и и и и Так, фары, гуднуть, маячки, пересесть. Фары, очень смешно гуднуть, маячки и цепляем. Поехали, сразу три контейнера привезем. По крайней мере, попытаемся. Возможно получится, возможно нет. Потом будем уже разбираться с досками и так далее, и всем остальным. Извините, я немножко уставший. Балдурзгейт записывал. Получилось пипец какая длиннющая серия, которая меня просто подкосил, честно говоря. Как это, захотел дипломат подраться на боксерском ринге. Я так легко прошел через дипломатию, скажем так, один момент, решил попробовать его пройти через недипломатию. Мне объяснили, что... Как это, чувак? В общем, я слегка пупочку-то себе надорвала. Нет, я в итоге это сделал! В итоге-то я это сделал. Но это было очень жалкое зрелище. И долгое. Ну, что, поехали? Так что, надо немножко успокоиться. Начал новую игрушку записывать. Never Alone, что ли? Ну, правда, это не игрушка в итоге оказался, а какой-то пропагандистский ролик, честно говоря. Ну, игра такая. Я-то думал, что это что-то вроде Far Lone Sails. Там... Да, вот. А это реально какая-то... Ну, то есть, типа, это игра, которая повествует о этих северных народах Канады. Ну, да, просто, условно говоря, такие мусы, чупчи. У-у... И... Ину... Блин, инуины, что ли? Какая? Ну, короче говоря, северные народы, да, вот эти вот, которые за оленями охотятся, в юртах живут и так далее. Ну, или в чем-то похожем на юрту. И честно скажу, блин, игрушка, конечно, меня... Не то, чтобы разочаровал, но, во-первых, действительно, это больше похоже, знаете, не на попытку продвижения культуры, а на какой-то, знаете, это рекламный ролик. Типа, смотрите... Ну, я не знаю, в общем. Слишком... Слишком... Слишком правильная подача. Слишком... Нет, не так, неправильно. Вылизанная подача. То есть, типа, вот, как у них там все правильно, как у них там все хорошо и так далее. Ну, с одной стороны, вроде бы и та, с другой, ну, понимаешь, что, ну, блин, нет же, что вы мне гоните? В общем, да. В общем, к сожалению, ну, эта игра, я решил немножко вместо бонуса поиграть, потому что он тоже слегка уже утомил. Но чувствую это ненадолго. То есть, я ее пройду и забуду. Жаль, жаль, реально жаль. Я думал, что это что-то интересное. Там от игры-то, по сути, нет ни хрена. В основном... Ну, то есть, там есть игра, но она очень примитивная. Прям вот, знаете, самый-самый... Прям вот, ну, очень примитивная. Прям вот, ну, очень-очень примитивная. Прям вот, вообще, ну... Просто вот, знаете, как вот, самый-самый минимум. Основы это всякие сюжетные вставки... Сюжетные, говорю, вставки в виде роликов, где рассказывают про быт и так далее, вот этих вот народов. Ну... Ну, в общем, ладно. Слегка я ей разочаровался. То есть, ну, точнее как, не то, что разочаровался, тут правильно сказать, что у меня были другие ожидания от этой игры. Оказалось, что это очередной пропагандистский, по сути, ролик. В общем-то, по большому счету, который... Я даже не знаю, на самом деле, на какую аудиторию он рассчитан, что он должен показать, что он должен объяснить. Не знаю, в общем, мне как-то такое... Очень... Заметил, что... Вообще, в принципе... Очень это... Тяжело воспринимая какие-то вещи, когда ты ждешь чего-то одного, а получаешь совсем другое. Прям вот очень так это, знаете, дем... Ну, просто я устал, действительно, после Балдушгейта. Очень деморализует. А Балдушгейт меня реально вымотал этой дракой. То есть, вот этим вот... Демонстрацией того, что то ли я в него играть вообще не умею, то ли... Ну, скорее всего, тут как бы... Ну, во-первых, да, два момента. Во-первых, да, насколько легко я прошел всю эту тему через убеждения. Просто на изичах, вообще без проблем. И потом несколько часов мудохался, пытаясь победить, так сказать, в драке. В которой, играя я без сейвов, меня бы размотали просто... Знаете, как это было? Вообще без проблем. Просто разнести бы в клочья. Вообще без проблем. Да даже с сейвом я заманался. Что-то я делал неправильно, очень сильно неправильно. Плюс еще меня, похоже, ввели в заблуждение. Был там один комментарий, связанный с этой дракой. Я вот так и не понял. То ли... Как это? То ли... Как это? И я так и не понял. То ли я... А где? То ли я что-то неправильно понял в этом комментарии. То ли... Человек меня в заблуждение пытался ввести. То ли я его неправильно понял. Ну, сейчас поясню. Там, короче говоря, такая раса гитиянки. Одна из этих девочек. Одна из этих гитияночек. Баба-воительница. С тобой. И, в общем-то, надо найти, значит, ее сорочи. Чтобы они там... Ну, не важно. В общем. Короче, надо их найти. И ты находишь. И там есть несколько вариантов. Вот. Как можно с ними, так сказать, взаимодействовать и так далее. Но, по факту, их два варианта. Вариант номер один. Ты с ними дерешься. Вариант номер два. Ты, так сказать, договариваешься. Вот. Ну, упростим уж. Не буду вдаваться в подробности. И мне, собственно говоря, еще вчера... Нет, не вчера. Или вчера. Или позавчера. Короче говоря, в прошлый раз, который ролик записывал, как раз остановился на моменте, когда я должен был, собственно говоря, спускаться к ним туда вниз и разговаривать. И был комментарий, что типа, чувак, вот там есть такой мужик на драконе. Ну, вот один из главных там засранцев. Мужик на драконе. С которого типа можно выбить какой-то охренетительный меч. Вот. И казалось бы, ну в чем проблема, да? Можно и можно. Я вроде так потыркался, потыркался, и что-то я не понял, как его выбить. И пришел к нему, наверное, что-то уже сделал неправильно изначально. Надо было как-то иначе это все делать. Вот. Что при моей криворукости очень даже может быть. Вот. Подумал, ну ладно, будем просто драться. И когда я закончил эту драку... Я неожиданно с удивлением обнаружил, что у одного из моих оппонентов, этих самых гитиянок, в руках тоже был меч. Причем достаточно, ну, лучше, чем то, что было на мне. Ну, хороший такой. И у меня, Вась, закралось подозрение, что меня кто-то, простите, пытался... Потому что такое бывает, вредные советы. Вот пишут в комментариях что-нибудь, какой-нибудь совет. Потом начинаешь его реализовывать. Понимаешь, что тебя, извините, просто поимели, да? То есть тебе написали какую-то херню. Ты ее выполнил, а по факту ее либо не надо было вообще выполнять. Либо это, извините, из серии... Ну, какого-то налюбилого. Катя просто рекомендует сделать какую-то действительно бесполезную хрень. У меня тоже возникло подозрение, что у меня как-то... То ли, возможно, конечно, у этого мужика тоже есть меч. Но тогда почему не пишут про два меча? Ведь у глав, так скажем так, гадина, которая с тобой дерется, в руках вполне себе хорошая такая дубинка. Которая очень больно бьет. И, в принципе, если я с самого начала боя выбил, то, возможно, было бы как-то попроще. А может и нет. Я не знаю. Но мне про него никто ничего не написал. То есть, вообще, писали именно про вот этот вот. Про этого дяденька на драконе. А дяденька на драконе, чтобы вы понимали, я 5 уровня, а он 12, а дракон 10. То есть, чтобы вы понимали, вот эта группа... То есть, у меня группа из 4-х человек, из 4-х бойцов, 5-го уровня. Против меня было 4 этих самых гитянки, соответственно, 6-го и 3-5-го. Они меня отмели просто по полной программе. Отмудохали. То есть, без сейвов я бы их не победил вообще никак. Ну, то есть, буквально... Ну, может быть, как-то пересобравшись еще. Но просто постоянно не сохраняясь. Они меня просто поимели. Жестко во всех позах, что называется. Я... Ну... Это было яйное избиение. То есть, я выиграл исключительно за счет того, что сейв-загрузка. Сейв-загрузка только так. Все. И... После того, как я обнаружил у главной гади... Причем, там ведь как интересно... А... Интересный момент, что... Почему нельзя догадаться, что у нее есть какой-то прикольный меч? У них, у всех гитиянок, есть такой момент, что, типа, вот они там бывшие какие-то рабы. И у них есть дополнительный урон психической энергии. И они его наносят. И у нее тоже дополнительный урон психической энергии. Но оказалось, что у нее еще и меч, который так же бьет. То есть... Как догадаться, что у нее есть этот меч? Ну, только после боя посмотреть. Конечно... Возникло у меня пара идей, как можно было бы это проходить. Накинуть порчу. Черт его знает, на самом деле. Пока что самое удивительное, что у меня как бы два направления в игре, которые так ну плюс-минус получаются. Это харизма, убеждение, прям вообще все хорошо. И, как ни странно, плут, воровство. То есть, ловкость, ловкач. Плут, ловкач. Воровство, вскрытие замков, обезвреживание ловушек. Ну, вообще как бы, да, все через ловкость. Вот как бы эти два направления у меня плюс-минус получаются. Я в них что-то понимаю. Ну, то есть, у меня там как-то вот то, что я делаю, оно в итоге приводит к каким-то, ну, таким, приятным результатам. В плане боевки пока все очень печально. Я прям Нубас Нубас Нубасыч полнейший. Это реально обидно. Ну, что поделать, с Элявин. Бывает. Видишь, просто длинная получилась. Вот еще что. Как-то засиделся. Больше, чем могу себе позволить. Ну, правда, иди сегодня более-менее свободный. Пока еще. Правда, это еще все обрабатывать нужно. Это я сейчас, если что, говорю про видео, которое было до Сноуррайнера. Балдурзгид. Оно будет длинным. То ли два, то ли три часа. Там мне имеют просто по жесткому. Причем ведь... Ну, просто чтобы вы понимали, самая первая попытка их победить закончилась тем, что... По факту меня не слили в первый же ход. Просто потому, что у меня у ребят у всех прокачан так называемая способность или... Как черта, не знаю. Бдительность. Бдительность. Бдительность это добавление инициативы очень сильное. Плюс я врасплох нельзя застать. То есть, ну, короче говоря, я очень такой это... Шустрик такой. То есть, практически во всех боях я начинаю во первом. Только поэтому меня просто сразу не сдули. Потому что, как только закончился мой ход, противник так прокритовался. У меня просто два... То есть, я едва-едва сумел грохнуть одного противника, чтобы вы понимали, из их пати. Еле-еле совместными усилиями. Противник просто в легкую, в одну калитку сломал мне двух персонажей. Вот, ну, просто вот... Вообще без проблем. Я на это посмотрел. Охренел. Подумал. Так. Видимо, надо как-то по-другому. Ай, блин, жестоко, конечно. Как там, помните старый мультфильм «Падл прошлогодний снег»? Уж послала, так послала. Так и здесь. Уж поимели, так поимели. Как там? Да уж нас поставили в позу. Спина болит, а удовольствия никакого. Нравится мне эта анимация звукового удара. У кого в воде? Нет. Ну, немножко на воде ряб какая-то есть такая незначительная, но все-таки именно что незначительная. Хм. А может делать все ли гудка? Ну, я просто ругался, что сейчас многие вещи не сбивают с этим звуковым ударом. А вот сейчас с этим-то еду, и вот смотрите, все ломается. Не все. Реально чувствую себя таким выдохшимся после этого «Балдушт Гейта». Черт, блин. Ах, еще же трем надо записывать сегодня. Устал. Ну, плюс вчера еще была тяжелая смена. Тоже наложила отпечатки. Устал. 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 Понимаешь, что надо что-то говорить, что-то рассказывать. Ничего не надо. По-хорошему. Знаете, хочется сейчас выключить все и залезть там под одеяло и заснуть нафиг. Знаешь, что нельзя этого делать. Потому что я заснул, конечно. Да, и выяснусь. Мне будет хорошо, но я проснусь в день часов в 11 вечера и все. К черту матери опять весь график пойдет по одному известному месту без снотворного или его хрен поправишь. А, к сожалению, организм у меня сейчас так устроен, что я уже не могу спать по 5-6 часов, как раньше. Прям категорически. Ну, то есть могу, но я потом, что называется, вообще не этот и не тот. Так. Нам сейчас нужны деревянные каркасы. Каркасы. Интересно, а где я? Так, вижу кирпичный, кирпичный. Деревянные каркасы. Тут у нас цемент. А где у нас? Слушайте, подожди, а где дерево? Без шуток. Чего? Вот. Раз. Два. Три. Ну, три нашу. Хорошо, три нашел, допустим, да? А, ну вот еще вот. Все, все, все. Не, нормально, нормально. Так. Вы знаете, давайте попробуем сейчас на твинстере вот эти два забрать. Почему бы и нет? Реально, мне просто любопытно, смогу я это изобразить? Или это прям вообще из разряда? Да ты с ума сошел? Так. А, подожди-ка, а у меня же здесь-то... Здесь-то мне некем заправляться, да? Блин, тогда нам все-таки эвакуация. Тут, наверное, все-таки придется эвакуироваться, чтобы заправиться, подчиниться вот это все. Ну или там кого-то еще поставить тоже, какой-нибудь ремонтник еще отдельного. Хотя тоже вопрос, проще эвакуироваться или ремонтник туда воткнуть? Пес его знает. Пес его знает. Сейчас попробуем. Смогу я туда по этим буерокам проехать или нет? Это так, чистый эксперимент, потому что в принципе отвезти... А, хотя нет, подожди-ка, не смогу. Я сейчас подумал, типа, что смогу ли я 6 грузов увезти на двух грузовиках. Понял, что нет. Потому что я не смогу придавить их. То есть на втором грузовике я только один груз могу краном адекватно придавить. То есть 5 смогу, 6 не смогу. Либо надо брать два грузовика с кранами. Ну что, съезжаем с более или менее ровной поверхности и заезжаем в какую-то зопу. С целью проверить, смогу ли я проехать это все. Ну давай попробуем. Черт побери. Может получится. Немножко неправильно оцениваю situation. Вот я согласен с тем, что по-моему он стал поустойчивее. Twin-step, Star, как правильно. Monolith, короче. По-моему он... Я вроде согласен с тем, что он вроде как как-то более такой... Более устойчивый реально. Можно мне камеру вернуть в нормальное состояние? Пожалуйста. Первый. Ну, кстати, эти доски-то можно было на обратном пути забрать. Что-то я даже не подумал об этом. Если я что с ним туда... Ай-ты-ты-ты-ты-ты. Вот так вот. Пожалуйста. Первый. Первая ошибочка небольшая. Мелочи неприятным. Поворот вне туда. Вне туда. Ай-яй. Кстати, секундочку. Дополнительный контент. Ай-яй. Кстати, секундочку. Тут написали, что где-то достижения можно посмотреть, но я, честно говоря, видимо, в главном меню Извините, реально поймите, ну то есть я, конечно, какие-то вещи, может, и запоминаю, но, во-первых, это не всегда их реализовать получается Потому что, я же говорю, дедюшки-то пишут с сильным запасом, поэтому, как бы, бывает зачастую так, что вы что-то советуете, а оно уже, как бы, ну, либо неактуально, либо уже сделано Ну, то есть, либо там, я потом где-нибудь в схожей ситуации об этом вспомню, и то не факт, ну, то есть, как бы, поэтому Я, как бы, немножко, я благодарен за все советы, которые вы даете, и я иногда стараюсь ими пользоваться Кстати, мне тут сказали, как можно разбомбить все многие, не все колеса, да, при помощи крана и скаута Да-да-да, я это сделаю, может, не сегодня, но сделаю, вот, и я, как бы, очень благодарен за это, но то, что я ими не пользуюсь, ну, ребят, ну, то есть, как, это же не то, что я, типа, такой А-а-а, пошли все в жопу, не надо мне этого вашего, нет, просто, ну, че уж, получается так Это не значит, что я не благодарен вам за ваше участие Вы молодцы, пишите комментарии, даже донатите иногда Это прекрасно Все-таки Когда ты что-то делаешь, ощущение поддержки, это, пусть даже и самый минимальный Это всегда очень Любой поддержки Тем более, когда эта поддержка на постоянной основе, это прям очень приятно Надеюсь, когда-нибудь мне удастся собрать полноценное, как они говорят, ламповое комьюнити В пару тысяч человек Эх, да, это было бы хорошо Ну, а че Надо найти игру, еще одну, типа, сноураннера Которую так же смотреть, будет такой же долгостройщик Может, маму РПГ какого-нибудь взять, а? Как думаете? Да проходить ее потихоньку Хм А че, вот тот же Айон, например Или этот Конан Ну, Конан, блин, Конан уже пройден Вот в чем проблема Слушайте, вроде едем Кошка, а ты чего Куда побежала во сне Извините, у меня кошак тут на коленях опять пристроен Сейчас очень удобно Куда-то она сейчас во сне побежала Ну, честно скажу Я все-таки был уверен, что все будет гораздо Страньше Страшеннее Как правильно Это слово-то обозначить Тихо Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо Нет-нет-нет Не падать Я уже Только Типа Только сказал, что все хорошо Дай кувыркнулся Ну, нет уж Ну, правда, здесь недалеко Будем честны Уже То есть тут уже В любом случае Даже если сюда грузовик другой присылать Тоже все равно будет ближе Часть пути все равно проделана А это все-таки Плис Можно будет тогда и бытовки сейчас сразу Утараканить В принципе У нас есть на две Надо еще Отправить Ворона За Третьим Это было близко Кувыркнуться Прям тут Рядышком Ну, конечно Ничего бы такого Прям Сверх страшного Не случилось Но Но все-таки Нет Не сшибает Так Пересесть И у нас есть Так Где у нас еще доски 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 Деревянный каркас Да Поблиз Нет Ни хрена Да По сути Вот здесь Только Раз И два Да Это не так далеко Кажется На самом Поделе Сейчас Вот Так Так Допустим Как-то Вот так Или уж Тогда Вообще За этим Съездить За Самым Дальним А что бы и нет На самом деле Давайте За дальним Сгоняем Что Оставлять Давайте Дальний Заберем У нас Останется Вот этот И По сути Вроде бы Все Потому что Тут деревянных Каркасов Нет Это вообще Последний Получается Ну Ладно Окей Что Поделать Ну Что Поехали Поехали Заправимся Там По дороге С разбег Проскочить Вроде Должен Тихо Дрифтугин Сегодня Здесь И сейчас Дрифтугин Здесь И сейчас Мы Все Дрифтуем Я знаю Что Наверное Эти Бытовки Можно было Отсюда Упереть Но Таланно Уж Все Таки На первой Карце С бытовками Геморрой Это Поболее Было Скажем Так Поэтому Ладно Уж Как бы Они Так Плюс Минус Минус Скажем так Доставлять И здесь Не так Сложно Согласитесь На первой Карте Это Зона Для Бытовок Была Черт И где Реально Находилась И Там Не Пользоваться Так Сказать Игровыми Игровыми Условностями Это Извините Совсем Уж Быть Мазохистом Здесь В целом Норм Так Что Йукон Йукон Дядюшка Скрудж Из Утиных Историй Помнится Все Хвастался Как он На Йуконе Золото Добывал Я сейчас Говорю про Старый Мультфильм Классический Если хотите А не про Этот Новодел Который Честно Скажу Вначале Мне даже Отчасти Понравился Но Просмотрев Вот Целиком Я понял Что Нет Просто Нет Там Есть ряд Моментов Которые Вызывало Откровенно Такое Ну Неприятие Очень Откровенное Неприятие Так что Сорян Но Увы И ах Что-то Смеркается Заезжаем На самую Легкую Часть Этой Карты Как бы Это Странно Не звучало Проскочили Хорошо Можно Эльплюс Спокойно Включить Один Хрен Тут Особо Не Поразгоняешься А так Хоть Будем На стабильной Скорости Ползти Без этих Перепадов Туда Сюда Нет Я знаю Что можно Пользоваться Ручной Коробкой Я знаю Я помню Вы говорили Я не Поразгоняю Я помню Все Что Мне сказали По этому Поводу Огромное Спасибо Но Нет Я уже Накушался По-моему Я сейчас Сотворил Какую-то Дичь Да Теперь Я уже Отсюда Не Не Вылипну Бульк Бульк Нет Тут Тоже Вполне Заметный Звуковой Удар И Все Мои Бипы Вызвали Дай Бог Двух Трех Птичек Это Как-то Грустно Давай И Вот он Наш Груз Дерево Точнее Груз Досок Хотел Пошутить По поводу Досок Ну ладно Что-нибудь Не буду Не будем Пошли Не будем Ездить По некоторым Недостаткам Некоторых Усоби Женского Ладно Все Стоп 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 Не надо Мы заходим На очень Как это Мне кажется Что вы ходите По охеренно Тонкому Льду Блин Я так еду Как будто Знаю куда Даже Дорожку Не прочертил В обратную сторону Это Прям Очень Самоуверенно Ну там-то Я не заблужусь Не было бы Тут таких Парочки Таких Погружательных Болотцев Болотец Ну поняли Реально Этот лес Был бы Просто Лютой Изи Темой Ну то есть Да Очень страшно Выглядящий Но по факту Вообще Легко Преодолеваем Вот эти Вот Глубокие Места Конечно Все сильно Портит Ну С другой Стороны Так и должно Быть Это же Сноурайнер Если вы нашли Сноурайнер Сноурайнер Ровную Удобную Незаваленную Всяким дерьмом Дороги Поздравляю Вы не в Сноурайнер Это не та игра Дожки мы все-таки Достаем сегодня А по поводу Крана И легковушки Это будет В следующем видео Главное Не забыть Доски сейчас Доставим Или Нет Доски доставим Бытовки сделаем Но сейчас уже И не буду их Разбужать Все-таки Надо Это видишку Покороче Получится Во всем Виноват Балдурж Детянь Поездим Немножко На обычную Передачу Ай 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 Ау Ау Сколько же у меня мизинчиков И все Они только что Страшно Пострадали Вот так вот Возьми разгон Возьми разгон Возьми А так Хотелось Газануть Где-то тут Должен быть Поворот Налево Чиниться будем Или через Да, наверное, через эвакуацию Да, через эвакуацию Не буду сейчас забирать Тут лишнее Простите Что-то слегка задумался И у нас Так Получается Надо будет взять Погрузчик Перек... А, блин Может быть Черт Надо было сейчас За собой Зацепить Ай Ну ладно Пофигу Тут недалеко В общем Доедем Пофигу Ну ладно Тут Это Ну hana очень смешно какого хрена да я и не хотел ее выгружать я просто поставить чтоб не забыть так ладно значит еще раз реализуем тему с краном вот реализуем ее но это будет следующий раз бытовки тоже соответственно разгрузим в следующем видео но сначала сделаем кран надеюсь не забуду блин все-таки очень надеюсь что не забуду но стараюсь поставить ладно на этой не сколерозной ноте всем огромное спасибо за просмотрах напоминаю что ссылка на плейлист на группу вконтакте на дискорд и на донаты все это в описании под видео извиняюсь за свое сопение всех тоже досюда смотрел обнимаю парни хлопают печу девушек чмоков щечку увидимся в следующей серии snow runner не совсем безговорочно но все таки forever как-то так